Отец Кирилл, какую главу Евангелия от Матфея мы открываем сегодня? Сегодня мы открываем и читаем седьмую главу от Матфея, первые восемь стихов. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, Чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и до нового будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Традиционно обратимся сначала к нашему сюжету, затем обсудим этот отрывок. Обособленные или фарисеи – это во времена Иисуса Христа не только религиозное течение, но и политическая партия. Они, по большей части, не занимали высоких постов, но для еврейского народа оставались духовными лидерами и авторитетами. Две тысячи лет назад существовала такая пословица – если бы только два человека попали на небо, то один из них был бы фарисей. В Библии фарисеи упоминаются в книгах Нового Завета и в основном предсвостоят Иисусу Христу, испытывают Его, не принимают Его учения. Фарисеи, помимо закона, который они стремились исполнить как волю Божию, верили в духов и воскресение мертвых. Они соблюдали множество внешних установлений и заповедей, которыми дополнен закон. Множество правил и условностей отдаляли фарисеев от соблюдения воли Божией и приводили к опасному лицемерию. В ней иллюстрация лицемерия фарисеев Иисус приводит их в манеру осуждать других людей. Фарисеи осуждали и самого Христа, ведь Он предлагал им не такое царство, какого им хотелось, и призывал не к той праведности, которой они хвалились. Поэтому и они отвергли Его. Потом они будут насмехаться над распятым Господом. «Если ты Сын Божий, сойди с Христа». Они будут кричать Ему. Других Он спасал, а себя спасти не может. Они таки не смогут принять Иисуса. Его жерство, по словам святого апостола Павла, станет для книжников и фарисеев большим соблазном и камнем преткновения. Осуждение и отвержение – это и есть движущие силы лицемерия, об опасности которого предупреждал Иисус. Здесь не подразумевается, что вообще никогда никого не следует осуждать. Евангелист Матфей свидетельствует, что Господь говорил о необходимости вынуть сучок из глаз брата. То есть не следует судить за сучок в глазу других, не замещая бревна в своем собственном. Так Господь в своей нагорной проповеди предупреждал людей об одной из самых больших опасностей, которая мешает прийти ко спасению в Царство Божие – лицемерии. Интересно, что фразы из него известны, наверное, всем, даже кто Евангелие не читал. Давайте обсудим сначала фразу «не судите, да не судимы будете». И вообще, что скрывается за стремлением человека сравнить себя с кем-то еще и осудить именно другого, а не себя? Ну, в основе этого желания рвит, конечно, наша гордость. Несмотря на то, что, в общем-то, мы, если стрезно на себя смотрим, то мы все, конечно, понимаем нашу греховность. И понимаем о том, что мы недостойны предстать перед лицом Божиим. И, в общем-то, мы страшимся страшного суда. И вот Господь дает нам, указывает нам тот путь, по которому мы, следуя, можем избежать этого страшного суда. «Не судите, да не судимы будете». И действительно, вот Господь, как бы раскрывая эту тему, эту мысль, говорит то, что мы прекрасно, в общем-то, осознаем. Ведь мы так часто в кого-то бросаем камень, а сами грешны в том же самом, а может даже и в большем. И вот получается, что какой-то грех, который у нас есть, а мы, увидев нашим близким, начинаем его обсуждать, осуждать, на кухне или еще где-то, а сами не исправляемся. И вот исполнить это правило, казалось бы, очень простое. Не судите. Оказывается, очень трудно. И примечательно о том, что вот это зачало, которое нам предлагается сегодня читать, она заканчивается словами, которые можно было бы вообще, ну и отдельно зачитывать. И словами «просите, и дано вам будет». Ищите и найдете. Это призыв наш к нам молиться. И вот, наверное, именно в молитве мы можем найти силы и возможность не осуждать близкого. Вот мы чаще всего, вот эти слова «просите, и дано вам будет», «стучите и отворят вам», мы чаще всего применяем к нашей земной жизни. Вот что-нибудь случилось, давайте я попрошу у Господа. И он обещал, что вот я попрошу, он мне это даст. Но ведь нам все-таки, наверное, в первую очередь надо думать о том, как мы представим перед Господом. И надо нам в первую очередь молиться об том, чтобы совершенствоваться перед лицом Божьим. И с тем, чтобы получить добрый ответ на страшном суде. А получить его мы можем тогда, когда не будем судить наших близких. Субтитры создавал DimaTorzok